Здарова народ! Сегодня мы с вами посмотрим на 10 подборок брони для Скайрима. Некоторые из них были взяты из предложенных вами в группе ВКонтакте сообщений, где есть обсуждение, куда вы можете предложить любой мод на обзор. А если вы не смотрели предыдущие выпуски по броне Скайрима, то первые ссылки в описании этого ролика будут на эти выпуски, ибо повторять то, что уже было в выпуске, я бы не хотел. И самая первая мод на броню, ребята, это броня Босмера. Довольно хорошие текстурки брони, есть еще такой вариант только в коричневом цвете, если вы помните. Полный набор броники имеет стандартный вариант, это у нас плащ, сапоги, плюс еще и капюшон и еще одна масочка. Думаю, что броня подойдет для тех, кто любит лучников или, например, скрытых убийц из гильдиваров. Следующий мод на броню это скорее ретекстур, ну или бы просто изменение стандартной брони. Это эбонитовая броня уже от автора. То есть, по сути, это обычная броня в Скайриме. Просто изменяется моделька самой брони для женских персонажей. Поэтому ретекстура этой брони ты можешь нацепить вообще любой. На моей броне, если ты спросишь, какую тут у тебя стоит ретекстура, ребят, это баг. У меня, походу, броня вообще багнулась, потому что так быть не должно. Она должна быть черной. Видимо, какие-то моды стали конфликтными и получилось что-то вот такое вот. Смотри, какая перчаточка прикольная. Чтобы показать эту броню, я даже тяночку сделал. И получилась какая-то очень грозная тян, но броня ей подходит. Следующий мод был предложен вами из группы ВКонтакте, куда вы тоже можете написать и предложить любой мод. Броня выглядит, ну, очень круто. Для коджитов подходит прям самое то. Это, кстати, и прям шито для коджитов. Набор сета идет в разных расцветках. Есть серый, есть голубоватый такой, синий, оранжевый. Много кучи всего интересного. Ты просто посмотри на эти перчатки. Балдежь, балдежь. Прям такие как у Бэтмена. Помимо броники есть еще и оружие. Смотри, даже стрела сделана специально с нуля. И мое любимое. Это вот такая вот секира. Ты просто посмотри на нее. Просто божественная секира. Прямиком из лунных троп. Булава. Такая вот кругленькая есть. И балдежный двуручный меч. Во, я думаю, что от третьего лица он будет смотреться куда лучше. Кстати, у этого набора еще есть боевой молот. И такой вот маленький топорик каджитов. Тоже выполнено очень качественно. А еще есть, кстати, такой вот прозрачный, полупрозрачный, забавный щит. Синий доспех. Красный доспех. Серый доспех. Оранжевый. И вот такой вот без наплечников. То есть тут у нас видно плечи и значок эльфсфера. Ну или какого-нибудь дома каджитов, например. Я в них не особо-то и шарю. Ну и, конечно, давайте заценим двуручный меч. Текстурка меча, кстати, в 4К, как и сама броня, ты можешь прискачивать либо в 2К, либо в 4. А особо-то на игру это не влияет, просто улучшает различные мелкие детали на броне. Полный фуллсет на каджите смотрится особенно круто. Следующий мод для тех, кто не любит различные новые броники, которые вносятся в игру. А хотят видеть нормальные лорные броники, которые вписываются в атмосферу всего Скайрима. И поэтому этот мод просто улучшает стандартные скайримские текстуры на новые. Например, на доедрической броне. Это просто обычная Скайримская доедрическая броня, просто в 4 и 8К качестве. Ну, теперь можно разглядеть каждую детальку. По той же схеме улучшили и драконнюю броню. И, кстати, на драконнюю броню у нас выходило очень много различных ретекстур. Какая она только не была. Сюда добавляли и красные, и зелёные цвета. Но, как по мне, оригинал всё же бесподобен. Особенно в хорошем разрешении. Следующий сет на броню я вам уже показывал. Но некоторые всё же спрашивают, какой у тебя сет. Какой у тебя сет, ребята. Хватит об этом спрашивать. Просто смотрите видосы. Это броня рендира. Я в ней гонял очень много на разных видосах, на обзорах, прохождении игр, на стриме. И думаю, что ещё не раз в ней буду гонять. Это очень годное, шикарнейшее броня. Конечно же, на любителя, потому что к Скайриму совсем не лорда подходит. Это авторская броня и скачивается только через вступление в дискорд. Я подробный скриншот куда-нибудь прицеплю, куда тебе нужно будет зайти после дискорда. То есть, сначала ты входишь в дискорд, потом перехочешь на самый нижний блок, и там есть свободное скачивание. Заходишь туда, и там находишь эту броню. Есть какие для ЛЕ и для СЕ. Следующий набор брони это доспехи Королевского Паладина. Броня была вдохновлена фаорамом из Дарк Соула, но сделанная более авторским вариантом. Выковать броню вы сможете в любой кузнице. Главное, чтобы у вас перк был прокачан к кузнечного дела, звёздочки ябонитого вооружения. Следующий мод это набор Королевских Деидрических доспехов, который вы сможете найти в святилище Мирунца Дагона. Справа от комнаты награды будет лежать сундучок, где будет фулл сет этой брони. Также при скачивании будет второй вариант этой брони, который заменяет реплейсер эбонитого вооружения. То есть, если вы скачаете второй вариант, то у вас эбонитовая броня будет выглядеть вот так вот. Защита, статы на броне такие же, как у эбонитого вооружения. Следующий мод называется «Броня второстепенных фракций». Если не ошибаюсь, это вроде бы от наших даже разработчиков русских, да? Мод добавляет очень много разнообразной брони. Найти вы её сможете вообще по всему Скайриму. Они могут быть у стендаровцев, то есть у них будет отдельная шикарная броня. Давайте я вам покажу те, которые раздобыл. То, что сейчас на мне, это тяжёлый вариант олигарской брони. Есть вариант полегче. Давайте посмотрим. Выглядит тоже очень круто. А вот и броня тех пиратов, про которых я вам говорил. На персонажа тоже смотрится очень даже достойно. Есть отдельный шлем с рожками. И также дополнительная броня с плащом медведя. А вот и лёгкий набор доспехов пирата. Даже щит имеется. Ещё один вариант брони в Скайриме, который вы сможете найти у бандитов, это кровавые хоркеры. Если вам надоела талморская броня, то теперь она будет выглядеть вот так вот, после установки этого мода. Кто смотрел Игру Престолов? По-моему, это броня Бессмертных их звали, если не ошибаюсь. Поправьте меня, я её точно не помню. Тоже был такой целый отряд. У Дейнерис Бурьи рождённый. Есть ещё вот такой вот эльфийский шлем. Ещё один вариант брони, который вы сможете найти в Скайриме. Вот. Полностью железный сет. Блин, вот это вот очень круто смотрится. Помимо этих наборов брони, которые я нашёл, есть ещё куча других. Там орочи лагеря различные, каджитские караваны, пираты чёрной крови и так далее, и так далее. В описании я оставлю две ссылочки на легендарные здания и на Спешл Эдишн, вот которые на легенду, это будет оригинал. При скачивании там подробно написано, где вы сможете найти каждый набор сета. И самая лучшая броня в Скайриме, которую вы вообще когда-либо найдёте, вот просто самая лучшая, это броня чемпиона Шоглората. Смотрится она как-то вот так вот. Балдёжный шлем. Вы просто посмотрите на этот щит. Сырный щит. Где вы ещё такое найдёте? Плюс ещё есть такая вот бочечка в виде брони с неплохим краником. Только вот краник сделали чутка повыше, можно было его опустить же ниже, нет? В общем, я считаю, что это лучшая броня вообще из всех, что когда-либо выходило. Нет, ну шо? Уж лучше это и точно ничего не найдёте, поэтому лучше кроме неё больше ничего и не скачивать. А, да? Тут же у нас уже было куча различной брони, и все они блекнут и меркнут перед нашей с вами бронёй чемпиона Шэва. А если ты что-то против имеешь, то смотри, этот краник смотрит прямо на тебя. Пиши в комментах, какой мод тебе больше понравился, и предлагай свои моды в группу ВКонтакте. Ссылка на группу и все моды, которые были, будут в описании под роликом. Ну а с тобой был Джейден, и ещё услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok